Создание условий для эффективного, законного, прозрачного голосования на выборах разного уровня – это то, к чему стремится избирательное законодательство. На заседании общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в формате круглого стола обсудили новеллы избирательного законодательства. Они касаются прежде всего организации избирательного процесса в дни голосования. Необходимо эти новеллы знать для того, чтобы максимально эффективно использовать свои конституционные, подчеркиваю, права гражданина на выбор. У нас единый день голосования состоится 10 сентября 2023 года. Для жителей Самарской области это определяющий день на пятилетку будущую, потому что мы выбираем высшее должностное лицо – губернатора Самарской области. На связь с участниками круглого стола в режиме ВКС вышел председатель Ассоциации независимый общественный мониторинг Александр Брод. Он поделился опытом регионов по организации избирательной кампании этого года и пожелал всем участникам электорального процесса быть максимально собранными, держать руку на пульсе и обеспечить в Самарском регионе проведение легитимного голосования. Вести наблюдения будут и на федеральном уровне. Информация, в том числе и в Самарской области, будет размещаться на нашем портале на сервисе карта сообщений с каждого избирательного участка. Фото, видео наблюдения, информация о ходе голосования, о комфортности самого избирательного участка. 8, 9, 10 сентября жителям региона предстоит избрать губернатора Самарской области, а в отдельных муниципальных образованиях депутатов в представительные органы власти. 26 июля завершился прием документов на регистрацию кандидатов на пост губернатора Самарской области. Это важный этап всей избирательной кампании. Чтобы каждый избиратель имел возможность выразить свою позицию и проголосовать за кандидата, независимо от места своего нахождения, на законодательном уровне на смену открепительным удостоверениям пришел механизм «Мобильный избиратель». Для избирателя крайне удобно стало спокойно, совершенно подать заявление и прикрепиться по месту нахождения на любом участке. Кстати, на выборах губернатора Самарской области каждый из вас может это уже сделать с 24 июля, воспользуясь такой услугой через госуслуги, через МФЦ, в территориальной избирательной комиссии. С 30 августа по 4 сентября это можно будет сделать в участковой избирательной комиссии. Впервые на сентябрьских выборах будет функционировать экстерриториальный избирательный участок. Свой голос оставить смогут жители Самарской области, командированные в город Снежное Донецкой Народной Республики. Проголосовать смогут и лица, содержащиеся в местах лишения свободы. Там голосование будет проводиться в один день. По согласованию с избирательной комиссией оно может быть проведено досрочно. В этом случае можно сразу приступить к подсчету голосов. Идет взаимодействие между избирательными комиссиями субъектов, чтобы лица были исключены из списков избирателей по их месту проживания, чтобы не задублировать голоса. Что касается нас, как наблюдателей, доступ обеспечивает начальник мест содержания под стражей. То есть согласность должна быть соблюдена. Фотовидеосъемка на избирательном участке строго рекламентирована. Защита персональных данных и соблюдение тайны голосования в основе такого регулирования. Определены места размещения на избирательном участке представителей СМИ и наблюдателей. Принять участие в независимом общественном наблюдении могут активные неравнодушные граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет. Быть наблюдателями не могут члены избирательной комиссии с совещательным голосом, депутаты, прокуроры, судьи, выборные должностные лица и люди, находящиеся в их непосредственном подчинении. Все наблюдатели проходят специальное обучение. Они должны не только знать свои права на момент наблюдения, но они должны обладать определенной правовой культурой, знаниями в части, касающейся в целом избирательного процесса, чтобы они могли видеть свое место в системе отношений различных институтов. Набор наблюдателей проводит общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. В этом году в состав штаба вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата, уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциацией юристов России, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Председателем штаба стал Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации, Сопредседатели – президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В этом году в состав общественного штаба вновь вошла генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун. Галина Топилина, Константин Головин. События.